так ну что всем здравствуйте включила я камеру и сейчас буду вещать всем привет и вам привет мне там еще прямая трансляция идет естественно вконтакте так что кому удобно может присоединяться и смотреть меня в прямом эфире там же будет естественно запись главное чтоб батарейки хватило так ну что волосы приправим все как положено девушке или женщине как хотите так и называйте ну давайте наверное начнем давайте начнем сегодня я буду рассказывать о том как я стала за один год открытым ведущим бриллиантом правда звание пока только открытое но очень скоро я его конечно же закрою и еще год назад я была обычным директором своей компании про компанию конечно я много рассказывать не буду потому что в принципе не важно в какой вы работаете компании самое главное что добиться результата можно везде но нужно постараться я выбрала конечно эту компанию потому что я увидела здесь легкость я увидела здесь легкий маркетинг план мне нравится продукта это самое главное чтобы чтобы нравился продукт и маркетинг план это в принципе то что нужно выбирать когда вы выбираете свою компанию ну если вы выбрали бизнес млм конечно же во первых хочу рассказать очень вкратце почему бизнес млм я предприниматель и линейного бизнеса также и очень хорошо разбираюсь во многих этапах бизнеса как млм так и линейного и я не скажу что я могу что-то плохое сказать вообще про линейный бизнес нет конечно если вы специалист в любом деле вы можете показать результаты можете сделать результаты но я выбрала млм бизнес для чего во первых потому что я хочу свободы это тот бизнес который меня не привяжет к месту вот это для меня number one второе это то что я могу здесь зарабатывать и заработок будет увеличиваться с каждым днем это реально так причем я могу не работать то есть это называется пассивный доход кто знает что это такое именно в этом бизнесе я могу не ходить на работу я могу расслабиться на недельку ехать куда-нибудь на острова и там поваляться а работа будет кипеть потому что команда которая стала моими партнерами она конечно же будет давать эти результаты она будет работать независимо от меня и мне это очень нравится потому что как я люблю приводить пример лежишь на пляже со смартфоном и просто общаешься с людьми периодически спасибо за лайки и получаешь деньги ну и крутые деньги да вот например в этом месяце точнее в апреле месяце доход мой составил четыреста пятьдесят тысяч рублей рублей четыреста подождите четыреста в общем скриншот я скину скоро тоже будет да может видео сниму по моему четыреста восемьдесят могу даже скриншот посмотреть быстренько и скажу точно потому что такие суммы они уже как само собой разумеющиеся вот и все зайду к себе тут в папочку у меня есть раздел такой на компьютере который называется скрины зарплат смотрю свой последний скрин может кто помнит сколько у меня потому что я свои чаты кидала конечно 400 400 ага нашла не нашла это прошлый позапрошлый даже ладно кто-то может мне напомнит потому что я это кидала где-то в своих чатах и уже потеряла короче почти пятьсот тысяч давайте округля начну себя четыреста девяносто четыре тысячи вузели мне подсказала спасибо большое ну почти пятьсот вот итак зовут меня Елена Коваленко я в закрытом статусе бриллиантовый директор вот в апреле закрыла этот статус и в открытом звании ведущий бриллиант и хочу сказать что первые два года которые я пришла в этот бизнес я с сетевым знакомой не была совершенно и это для меня была немножечко проблема почему проблема потому что у меня были установки в голове установки в голове о том что сетевой бизнес не первое не приносит доход второе это грязно плохо это навязчиво и так далее и тому подобное да то есть можно много раз загибать пальцы но что есть то есть было у меня такое в голове и я посмотрю за три года у меня поменялось в голове просто все с одного места в другое немножко сегодня язык заплетается простите может быть не совсем связанная речь ну смысл в том что за эти три года я многое в своей голове поменяла сначала я начала работать классическими методиками потому что с интернетом я вообще не дружила расскажу вам честно и это был классический список знакомых я общалась с людьми причем общалась я может быть да где-то навязчиво доставала теряло друзей тем самым но это все был мой опыт я благодарна ему холодные контакты все было открывала свой эко-магазин эко-магазин у нас тоже в компании можно открывать розничный магазин все все это у меня было в моей жизни но вы знаете самое главное что я да я вышла быстро на директора за три месяца но дальше мой рост остановился почему он остановился ответ один у меня не было веры у меня не было огня то есть мне казалось что это дополнительный заработок это рост и дополнительный заработок который да там тысяча долларов в месяц хорошо но я не росла никуда совершенно занималась магазинчиком обслуживанием дистрибьюторов общалась с теми людьми которых уже я нашла да и все то есть роста не было особо и не знала даже чему их научить и пришел вот этот тупик то есть я понимала что или я должна уходить с этого бизнеса вообще у меня было раз пять наверное что я хотела уходить спасибо мужу спасибо спонсорам моим они меня поддерживали этот момент да для чего нужны спонсоры чтобы им поплакаться в жилетку это нормально спонсоры поддержат научат и так далее и тому подобное скажите у кого такое было напишите мне что сетевой фигня хочу уйти вообще-то не мое вот как раз в жизни у кого кто с этим сталкивался вообще да у кого были такие мысли и что вам помогло от этих мыслей избавиться или может ничего не помогло и вы реально с сетевого бизнеса ушли напишите мне пожалуйста потому что хочется видеть обратную связь от вас и понимать что надо было мне что и у вас в жизни такое тоже было не только у меня я расскажу дальше то есть у меня действительно уже была мысль буквально бросить этот весь момент и вот следующий слайд это самый первый год работы 2016 и там быстро добились успеха закрыли уровень директора съездили на ассамблею это кстати мои любимые спонсоры Марина Соколенко в синем платье это красотка модельной внешности это тот человек за которым я пришла в этот бизнес которому я поверила и она всегда мне помогала меня поддерживала пока я не выросла до уровня и не стала самостоятельной птицей смотрю у многих такое было что к сожалению хотелось уйти из этого бизнеса да у меня тоже это было это было и в моих спонсорах я думаю Эльзара Меметова это спонсор Марины Соколенко прямой и конечно же тоже мой спонсор которая всегда морально поддерживала потому что она очень грамотный человек ей тоже очень благодарна вы знаете каждый спонсор дает что-то свое я благодарна Богу благодарна судьбе что она подарила мне этих людей которые каждый внос в лепту в мое образование поддерживал подталкивал и показал мне что этот путь можно пройти самостоятельно когда ты уже лидер потому я всегда советую пускать ваших лидеров когда чтобы они почувствовали что они самостоятельные личности потому что конечно хочется чтобы с тобой занимались и нянькались все время но это неправильно вот с моей точки зрения по моему опыту каждый лидер когда он им становится он должен делать все сам а спонсор это уже так небольшая поддержка и тогда человек возьмет на себя полностью ответственность и будет делать глобальные дела уже не будет под кем то а будет самостоятельным предпринимателем и вот что же я хочу вам рассказать то есть первый год у меня был очень очень я покажу сейчас да вот такой вот слайдик вот на сцене нас чествуют поздравляют мы там свое слово говорим и так далее и тому подобное но скажу честно у меня не было основного у меня не было веры в этот бизнес до конца и у меня не было огня все мы прекрасно знаем что только если мы горим внутри у нас что-то получается и только если мы в это верим так вот у меня этого не было потом два года я сидела на одном уровне и понимала что или уходить ребят или уходить или же двигаться дальше и вот 2017 год он стал таким переломом то есть 2015 я пришла в этот бизнес 2017 год все таки решил этот момент оставаться или нет и этот момент начался с того что я поняла что где-то нужно наверное если все таки оставаться искать новые методики потому что старые методики которые работали работают и будут работать но их не стало маловато да как говорится разгуляться негде и конечно же что я выбрала я выбрала интернет очень много обучения очень много развития саморазвития и в итоге благодаря моей команде благодаря людям с опытом которые пришли и показали что есть в других уже компаниях новые методики в других командах почему бы нам не внедрить это сюда нашу команду мы совместно создали вот такую школу мы оформили ее в виде сайта оформили ее в виде ботов чат ботов которые тоже популярны и все и теперь у нас есть такая вот школа пошаговая уникальная система которой пользуется вся наша команда мы ее предоставляем всем нашим людям то есть конечно мы обучаем как работать на земле кому это интересно потому что это тоже очень крутой способ поиска партнеров но основа у нас конечно интернет интернет все это упаковано все это пошаговое все это удобное и человек может просто прийти куратор его берет за руку и показывает сделай первый шаг сделай второй третий эта система позволяет рекламировать наш бизнес онлайн очень грамотно всеми теми методиками которые существуют мы ее постоянно усовершенствуем так как обучаемся и каждый из членов нашей команды он вносит что-то свое потому что у нас очень много людей пришло из других компаний и они со своим опытом со своими уже какими-то навыками они все это помогают внедряют за счет этого за счет нашей дружной команды у нас нет такого что каждый сам за себя у нас очень дружная команда и за счет этого мы и растем потому что никто не не жалеет своих знаний никто не говорит о том что нет это мои знания пусть не будут только у меня в команде нет мы все делимся и соответственно все растем ну так вот когда мы внедрили эту школу когда начали приходить ко мне сильные лидеры люди которые выбрали именно эту компанию на нашу команду тогда во мне загорелся огонь тогда я поверила в этот бизнес тогда я взяла наш маркетинг план и просто просчитала что я здесь могу заработать буквально за пять лет я поняла что реально в нашей компании за пять лет пройти весь маркетинг план и премия у нас будет один миллион евро то есть я хочу реально стать евро-миллионером суммарно премии будет еще полторы тысячи евро приблизительно до этого заработаю я плюс автомобиль плюс квартира которая дается компании и минимум два раза в год очень крутые путешествия это круизы и это конференция в европейских странах это то что я люблю путешествовать и это меня все вдохновило поэтому мой огромный совет если вас не горит огонь я Слава Котов спрашивает я ведущий бриллиантовый директор компании биоси если интересно смотри дальше если нет то выключайся пожалуйста мы диалог с тобой вести не будем один на один это онлайн трансляция для предпринимателей далее когда когда у вас вы просчитаете то есть если у вас не горит огонь это значит что вы не видите конечную цель у вас просто нет мотивации если у вас нет мотивации это значит что у вас нет цели у меня стоит большая цель я ее когда просчитала я когда я выбрала тот автомобиль который я хочу вот через в сентябре получая автомобиль мы выбрали мерседес который компания нам дает то вот это вот цель мотивационная которая стала и тогда действительно внутри стал гореть огонь и когда этот огонь я сейчас заблокирую одного человека который считает себя очень умным вот потому что он ерундой занимается и отвлекает все готово и вот когда у вас будет гореть огонь тогда только тогда поверьте вы сможете чего-то добиться поэтому сегодня вам задание вместе со спонсором возьмите и пропишите план и план этот должен быть на пять лет вперед поставьте себе план конкретную целевую задачу пройти наш маркетинг до конца и тогда действительно у вас будет результат поверьте потому что вы когда прочувствуете сколько всего вы можете получить от бизнеса от компании то вы совсем по-другому здесь будете действовать дальше пропишите обязательно на каждый день какие действия нужно делать чтобы прийти к этому плану если у вас стоит через три месяца директор прописывайте себе сколько вам нужно в день повестить людей какие действия сделать чтобы у вас получился такой результат как вам надо проработать с вашей командой если у вас стоит цель золотой директор допустим через пять месяцев то вы должны вырасти две веточки обязательно и у вас должен быть отрыв то есть вот это все нужно обязательно прописать напишите пожалуйста кто уже прописывал план на будущее через какой срок вы пройдете наш маркетинг и кто уже прописал себе хотя бы на год какие статусы вы хотите получить какие призы от компании автомобили путешествия и тому подобное и я бы хотела знать кто делает самые элементарные вещи потому что это нужно ребят без этого просто не прочувствуйте ничего и вот смотрите два года у меня были такие лайтовые с неверием в себя и вот когда я в себя поверила когда мы внедрили онлайн школу к нам стало приходить очень много людей у меня появились лидеры которые мотивируют я потом позже о них расскажу которые мотивируют друг друга ребят если вы хотите что-то по теме пишите если нет выходите пожалуйста если вам не интересно потому что вы отвлекаете от серьезного разговора итак потому что у нас вебинар идет и здесь смотрят те кто смотрит кому удобно здесь у меня в основном все идут на вебинар если не интересно просто отключайтесь пожалуйста итак вторая ассамблея 2018 когда нас уже поздравляют с уровнем золотой директор вручают вручают золотой значок 2000 евро премии до этого 1000 евро было за директором ну это такой минимум это только второй шажок был в нашем в нашем успехе да и уже тогда я поняла что все все работает и нужно 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 действовать дальше если посмотрю кто на что на год прописали прописано на год мало скажу честно вам нужно итог вам нужно итог продумать что вы что вы купите на эти деньги когда ну чем больше целей вы поставите тем лучше это в любом бизнесе так цели нужно ставить так вот когда мы получили уже уровень золота да нас наградили мы вышли уже на более-менее хорошие доходы это замотивировало еще больше людей стало приходить еще больше и все потому что внутри действительно была вера в этот бизнес в эту компанию и потому что внутри был огонь вот без него никак я знала что дальше будет лучше дальше будет больше вот тоже это ассамблея вот хочу познакомить вас у нас женщина с которой обнимаются это Диляра Гиппадуллин это еще раз наш еще один наш спонсор вышестоящий живет на ВВСе тоже благодарна ей многому меня научила в черном одеянии это Марина Соколенко мой спонсор любимый дальше Светочка Маспанова она пришла ко мне тоже в команду мне очень благодарна она мотивирует всегда наших людей она топ номер один Беларусь то есть она открыла город страну Беларусь и она также в списке десятки лучших нашей компании вот такие вот лидеры приходят к нам и я благодарна опять же Богу что он присылает таких людей ко мне в жизнь мою команду мы становимся друзьями кроме того что мы партнеры мы становимся друзьями поддерживаем советуемся и таким образом помогаем друг другу потому что мы команда ну и в феврале 2018 уже я была в статусе ведущей бриллиантовый директор то есть прошел ровно год в январе 2017 я была в статусе директор а в январе 2018 уже открыт статус ведущий бриллиантовый директор это 7 директоров моей первой линии ну в глубине их намного больше конечно же их очень много я потом тоже об этом расскажу и одной из наград за такое вот за такое вот старание была поездка круиз вот в феврале мы бесплатно от компании поехали в круиз Мальдивы Шри-Ланка Вуа мы посетили все эти города страны Мумбаи также мне очень понравились кстати и такие поездки теперь будут каждый год их будет много сейчас в июле поездка в Питер потом сентябрь это Испания и январь или февраль следующий это будет уже круиз Сингапур Таиланд и Малайзия тоже все в одном поэтому у каждого из вас есть момент такой поехать в этот круиз в Испанию также в Питер то есть условия все есть у нас в личном кабинете все там рассказано очень легко выполнить если вы поставите цель на самом деле то есть вот это вот достижения за год которые меня очень обрадовали меня зажгли еще больше я вижу рост людей у нас в команде и я вижу что растут те люди у которых есть мотивация мы недавно обсуждали с моими лидерами да с каждым что что же для него мотивация то есть пока ты не найдешь свою мотивацию кому-то это деньги кому-то это путешествие свобода и так далее и тому подобное главное ее прописать деньги они дают конечно свободу и наш бизнес который не привязан к месту он тоже дает свободу это конечно очень круто это то что то что мотивирует кто хочет в круиз поехать уже в феврале напишите пожалуйста возьму или что блокнотик возьму мне очень нужен мой блокнотик и вылезти из-за стула вот потому что я там кое-что написала то что вам расскажу ну посмотрите у меня сейчас в первой лени 8 лидеров у каждой из них огромные команды и сейчас вот в августе вырастет обязательно 9 и если у меня еще 9 и буду я здесь премиум ведущим бриллиантом еще один стапок кстати потом по премиям расскажу еще кто кто до сих пор в них в них не поверил поверьте я их все получаю я уже много премий получила благодаря этому вот такие вот сейчас кстати мы с семьей едим на Кипр в мае 15 числа благодаря тому что опять же вот хороший заработок такой решили еще отдохнуть все равно я была в круизе но сейчас еще хочу буду много отдыхать я теперь могу много отдыхать и от этого кайфую потому что путешествие для меня это самая большая мотивация вот реально в жизни это путешествие вот 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 давайте-ка я буду рассказывать про моих лидеров про моих бриллиантиков звездочек которых я обожаю которые каждый по-своему уникален которому я каждому из них очень благодарна потому что это такие шикарные люди которые ну зря люди в другой комнате сидят позовите их пожалуйста я в чатах потом написала что нужно на другую ссылочку перейти вот помогите им пожалуйста кто может и начну я с Татьяны Населевич она в самом низу вот у меня справа блондинка это прекрасная женщина очень мягкая очень спокойный человек она специалист по красоте знает как грамотно ухаживает за кожей и знает о нашей косметике абсолютно все это мой самый первый директор который я кстати нашла который я кстати нашла благодаря холодному рынку это было в самом начале когда еще онлайн особо не умела работать не было у нас этой системы не было этой школы я просто вышла в салон и рассказала о продукции показала каталог и человек мне сам позвонил потому что его это заинтересовало и мы стали сотрудничать сейчас у нее в команде уже подрастают звезды у нее уже есть у нее уже есть три бюро в команде сейчас четвертая будет у нее есть прекрасная звезда Марина Бойвол которая дает шикарные результаты и тоже открыли давно бюро эко-магазин ну и там уже тоже под ней открылся директор то есть такая сильная веточка очень я Татьяну благодарю за то что она пришла именно ко мне в команду рядышком с ней Светлана Маспанова это женщина огонь я бы сказала она прекрасна всем внешне внутренне это очень сильный лидер и те достижения которые произошли с ней за один буквально год причем человек предприниматель имильного бизнеса раньше был но потом она поняла что будущее за МЛМ и пришла сюда она очень мощный предприниматель за год она стала топ номер один в Беларуси открыла десять бюро десять за один год у нее двенадцать вице-директоров в команде и у нее шесть директоров уже сама она за год открыла статус бриллиантового директора в закрытом статусе сапфира и открыт статус бриллиантового директора представляете за год можно что сделать если постараться в нашей компании человек постарался и у нее вот такой вот результат дальше у нас идет Леночка Смирнова блондиночка такая молоденькая девчонка она пришла когда ей было 23 года далее у нее был малыш на руках десятимесячный и у нее не было веры я видела что у нее не было веры в этот бизнес она до этого была еще в одной компании то есть ну что то вот у нее такое было когда она увидела результаты Светланы Маспановой она зарядилась сказала все здесь я буду ведусь бриллиантовый президент все самый высокий статус вы знаете когда человек ставит себе в голове я буду и у него нет сомнения вот тогда он и достигает и она пошла 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 и за год она уже в закрытом статусе золотой директор уже премии хорошие тоже получает и результат у нее конечно шикарный все с маленьким ребенком на руках да Веры не было вот Леночка пишет но ее Света заматерировала поэтому вот такое вот у меня тоже несколько бюро уже открыто у нее у нее выросли уже золотые директора она Казахстаном занялась активно там выросли уже куча директоров у нее то есть тоже очень крутые результаты за один год девчонки молодые кто не верит в себя мамочки пожалуйста вот пример примеров массовой команды таки дальше идет Марина Марина Михейкина которая очень сильный лидер с Красноярска она тоже пришла ко мне в команду у нее достаточно большой опыт в других компаниях то есть она сетевик-предприниматель со стажем тоже она здесь у нее тоже уже растут вице-директора такие сильные личности вот хочу выделить Анастасия Балубердина вообще шикарный человек шикарный лидер который я тоже вот в мае месяце обещала мне статус вице-директора так что да Настя обещала все значит женись поэтому вот такие вот сильные личности дальше идет у меня Сиросима прекрасное такое имя очень редкое но это красотка невообразимое она мамочка тоже воспитывает доченьку с ней она поставила себе цель здесь тоже бриллиантовый президент и вообще даже никаких разговоров да Сима правильно я все говорю и она сказала что она уйдет в любом случае со своей с ней работает и у нее растут такие бриллианты в команде сильные девчонки к ней приходят к ней пришла ее сестра Катюша тоже двоюродная из другой компании в которой она работала но поняла что надо именно сюда ну вот ей так да не буду ничего плохого ни в коем случае говорить про другие компании просто каждый выбирает где ему комфортно вот она пришла к нам тоже Сима спасибо тебе большое что ты поверила и с нами Юлечка Меншин это человек предприниматель у нее своя детская комната в Симферополе называется Арбуз она у нее уже 7 лет и это человек который умеет делать бизнес и она увидела в сетевом вообще невообразимое будущее она тоже хочет свободы не быть привязанной к месту и поэтому она выбрала именно этот бизнес увидела здесь результаты я увидела здесь она тоже скоро директора закрывают у нее под ней уже тоже открыто бюро у нее тоже есть звездочки эко-магазин у нее есть все есть тоже круто она здесь рванула и планы у нее грандиозные опять же цель стоит мы ей поставили итоговую цель дальше ко мне недавно пришел человек это лидер другой мм компании но она захотела увидела здесь моменты то есть там у нее и куча офисов побыла и статус хороший но она поняла что именно в чеченской республике где наша компания только заходит ей надо быть первой одной из первых и она сразу за месяц вышла на вице-директора получила такой крутой результат за ней пошла очень сильная команда вот у нее есть сейчас растет вице-директор Марьян девушка которой трое деток один из них больной и она сказала вы хотите вообще в будущем для своих детей чего вы сидите и ноете мне надо ребенка на ноги поднимать я 10 тысяч в месяц плачу за садик я плачу каждый день многопеду я плачу каждый день физиологу чтобы моего ребенка развивали да вот так вот получилось в этой жизни я хочу чтобы мои дети были счастливы а вы сидите и ноете ну вот так вот да вот как-то так действительно так и есть кто-то делает кто-то ставит вот у человека мотивация помочь детям своим же детям показать им пример что можно строить бизнес можно все это можно делать возьмите за мотивацию своих детей все их счастье их будущее пропишите себе что вы будете на что вы будете тратить эти деньги эти хорошие деньги для чего вам этот бизнес он передается средствами между прочим или сидеть и ныть или ходить на работу за 10-20 тысяч ребят ваш выбор это ваше будущее никто вас заставить никогда не может я свой выбор сделала потому что у меня тоже когда-то был наемный труд у меня тоже когда-то было все то что было у многих и вообще начала работать в 13 лет я летом продавала жвачки на парапетике жвачки конфетки сигаретки и все такое зарабатывала себе на хлеб потому что я понимала что в 90-е годы это как бы тяжелые времена и я хочу не хочу у мамы брать денег я хочу сама себе там покупать какие-то сладости и так далее и тому подобное вот и дальше моя история ушла полностью в торговлю то есть я закончила торговый колледж я была и продавцом и старшим продавцом и менеджером в магазине то есть у меня был вот такой вот путь но я поняла в один момент что это не мой путь дальше потому что мы поигрались в игрушечки дальше семья дальше надо уже думать о том как ты обеспечишь все таки какое-то будущее детям и поверь и дашим пример да что не надо сидеть на месте надо развиваться и что сейчас же просто интернет предоставляет такое количество возможностей и просто поверь в себя просто поставь в цель возьми одну компанию и работай в ней и иди до конца потом я закончила филологический университет английский язык и литература потому что мне всегда это нравилось я люблю путешествовать люблю общаться с иностранцами и я работала переводчиком потом открыли брачное агентство с мужем и вот тогда я поняла что деньги это круто деньги круты не только потому что ты можешь себе что-то позволить а ты можешь людям дать что-то правильно же ты можешь заниматься благотворительностью ты можешь помочь своим родителям ты можешь просто все и реализовать свои мечты и желания деньги это эквивалент той энергии которую с телефона которую ты даешь людям это все И это все важно, это на самом деле очень важно. Что ты несешь в этот мир? И знаете, еще то, что меня мотивирует, когда мне говорят спасибо те люди, которые пришли ко мне и стали моими партнерами. Для меня это, у меня всегда слезы на глазах, для меня это очень важно, потому что я понимаю, что кроме денег я еще помогаю каким-то образом людям стать счастливее. Вот правда, вот это кайфово. Напишите, кто меня понимает. Напишите, кто же это прочувствовал, когда ему говорят, благодарю тебя, спасибо, что ты познакомил меня с этим бизнесом, что дал какие-то начальные навыки. Просто, что ты со мной общался. Просто спасибо тебе, что ты показал своим примером. Я кайфую, ребята, это то, ради чего стоит жить на самом деле, кроме денег. И это бесценно, вот Настя пишет, да, это бесценно, потому что вы действительно приходите в этот мир с какой-то миссией. Девчонки, у меня же слова благодарности пишут. И это приятно, это отдаётся тебе энергетика, которую ты отдаёшь сначала людям. И вот этот обмен энергетический, он же и важен очень для жизни. Он же играет роль. Я раньше этого всего не понимала. Ребят, честно, раньше для меня бизнес не был, это деньги. Чётко, я хочу заработать на своё удовольствие. Но были в жизни какие-то уроки, были в жизни какие-то моменты, книги, люди, тренеры, психологи. И это всё моё мировоззрение повернуло. И я увидела немножко по-другому эту жизнь. Я стала кайфовать от того, что я людям даю. От того, что они становятся от этого где-то счастливее, это где-то их стимулирует, помогает. И вот это всё, это всё и переносит счастье. Вкуп, да, и деньги, и возможности, и энергетика людей, и благодарность. Это всё приносит на самом деле счастье. Рассказала я про Азу. Азу Идразову – это как раз тот человечек, который из Чеченской Республики. Вы знаете, ещё немножко про них расскажу. Ну, это люди, у которых большие семьи, у них много деток. И они меня тоже... Каждая моя команда, каждый мой человечек меня стимулирует по-своему. Своей историей. Потому что у кого-то сложнее, у кого-то легче, но у всех своя история. И очень глупо говорить, конечно, а у тебя там нет детей, поэтому у тебя получилось. Конечно, а у тебя там не работаешь на наёмной работе, поэтому у тебя много времени. Это всё неправда, ребята. Каждый из моих лидеров... У кого-то есть детки, у кого-то наёмная работа, у кого-то ещё что-то. Вот в Чеченской Республике у девочек по-четверо, по-пятеро деток. И они выходят в лидеры, достигают уровней. Детки им не мешают, детки их стимулируют. А многим они мешают. Это жаль, что ваши дети вам мешают. Это неправильно. Ребёнок, он должен вдохновлять. Это чудо, это счастье. И только когда вы это поймёте, они вас будут станут мотивировать. Калимат, обязательно прочувствуюсь, потому что если цель стоит, то всё это будет. Ну и расскажу я про человечка, который в апреле месяце открыл вице-директора. Успех этот к ней пришёл за три месяца. Это очень порная девчонка. Её зовут Эльвира Семёнова. Двое деток. Одной девочке пять лет, второй шесть месяцев. Знаете, что самое интересное? Она наблюдала за мной в течение почти пяти лет. Ну, мы знакомы. В бизнесе я три года, и вот она пришла, она стала наблюдать за мной. Она работала когда-то в какой-то сетевой компании, и там не доделась результатов. Ну и вера в компанию пропала, да, как у многих это бывает. У кого такое было, что вы уже в сетевой компании, ничего не получилось, и всё, сетевое это не моё, вот чётко, да, вот так. Кого? Напишите, пожалуйста. Вот у неё так было. И она наблюдала, 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 и когда прошло три года, она сказала, Лена, всё, я смотрю твои, почему важно писать посты, почему важно выкладывать ваши достижения. С вами наблюдает ваша незнакомая. И вот человек, который наблюдал, смотрел, сказал, я хочу. Лена, почему ты смогла, а я нет? Посмотри на меня, я тоже красотка, как и ты. Как-то так это было. Ну, это уже детки, у меня вообще двое детей. У тебя один, а у меня двое. И вообще, ну я смогу не хуже тебя. И она повторила мой результат. Вице-директор за три месяца. У человека не было, я не могу, я не хочу. Она говорила, а что мне делать, Лена? Вот школа, вот моя помощь делает. А я буду делать. И она делала. Он просто делала. У меня не было такого, ой, у меня дети, ой, у меня муж. Причём, знаете, что самое интересное? В том месяце, в котором она открыла вице-директора, она два раза лежала с детками в больнице. Воспаление лёгких. Но человек делал. Она говорит, ну да, немножечко, конечно, меня это прибило. Но я всё равно буду вице-директором. Я по барабану вообще на всё. Она так работает с командой. Очень круто. Но их это мучает. Понимаете, что люди будут дуплицировать вас. Если вы вялы, если вы ни во что не верите, если огня нет, у вас будут точно такие же люди. Но если вы берётесь силу свою в кулак, и я сделаю, и будут люди к вам такие приходить. Вот я скажу честно, я человек, у которого 50-50. У меня бывают дни, когда я горю огнём. Я такой лидер сильный. И ко мне приходят такие лидеры. Наверное, многие в моей команде такие, вижу цели и вижу препятствия. А бывает, что я такая вот расслабленная, я ничего не хочу делать. Вот такая вся женщина-женщина, девочка-девочка. И вообще, и не знаю, вообще созданы ли я одна работы. И у меня приходят и такие люди тоже. Волнистые такие, да? И это круто. То есть меня дуплицируют люди, и приходят по энергетике очень похожие. Вот и к вам будут так же. Почему важно саморазвиваться? Потому что если вы не будете этого делать, вы будете на этапе, скажем так, на этапе нероста. Вообще, женщина – это река. Её русло должно быть всегда прочищено. А прочищается женское русло вдохновением. А вдохновение вы черпаете отовсюду. Своего мужчины, от своих детей, от природы. И почему важно раз в неделю убираться, включать телефон и выезжать на природу. Зарядиться энергетически. От вашей команды, от вот этой женской, ну и есть и мужчины, от них вы тоже черпаете в вашей команде. Вы черпаете энергию, да? От таких же людей, как вы. Но ещё важно, конечно же, самообучаться. Проходить различные тренинги, ходить к хорошим психологам, читать книги, смотреть развивающиеся, мотивирующие ролики, видео, всё. Смотреть юмор, комедии. Вот это всё должно быть у вас. И тогда ваша река, она не будет высыхать. Но если вы перекроете эту реку, если вы будете целью просто на одном уровне, не развиваться, ваша река просто превратится в маленькое болото. И вот эти воды, ваши энергетики, они протухнут. И люди будут это чувствовать, и это будет вас, их отталкивать от вас. Очень-очень многие говорят, на меня не получается, на меня не идут люди. Задумайтесь, это внутреннее состояние. Это только внутреннее состояние. Вы можете быть внешне плазимода, ну вот будем так говорить. Но если у вас внутри огонь, вы будете красивы для людей. И наоборот, вы можете быть супер-красавицей, но если внутри у вас вот эта тухлость, люди к вам не пойдут, они будут это чувствовать. Я по себе знаю, что когда у меня внутри нет огня, у меня застой. И люди у меня как-то вот застаиваются, и они не растут, вот что-то такое. Но как только начинается вот эта энергия, поток энергии, позитивно, всё классно, всё круто, ааа, мы растём, мы горим. Обратите внимание, да, даже на наши чаты. Всё, идёт волна успеха. Все заряжаются друг от друга, все хотят, все мотивируются. Поэтому это важно, ребят. И вот я рассказала сейчас, ой, а что у меня с компьютером? Что нормально, мне видно? Обмен молниями Настя пишет. Меня слышно, видно? Я скоро заканчиваю, обещаю. Это уже почти-почти последний слайд. Просто хочу с вами поделиться эмоциями, энергетикой, каким-то опытом, чтобы вас зажгло. Вот это мои звёзды. Я их обожаю у каждого. Это те люди, которые рядом со мной. Это те люди, которые растут. Я вижу, какой у них результат. И я вижу, что скоро будет ещё круче у них у всех. Я прям знаю. Они верят. То есть как только вера уходит, всё. Но эти люди верят. И я им ещё раз хочу выразить огромное благодарность. Всем-всем. Ну и хочу всё-таки похвастаться где-то, что я планирую в этом месяце открыть, благодаря опять же моим этим звёздочкам, статус «Премиум бриллиантовый директор». И этот статус у нас только дни люди в компании уже закрывали. Поэтому я, конечно, хочу дальше. Вот смотрите. «Премиум бриллиантовый директор» – это ровно середина парусника. Даже чуть-чуть больше. Вы не говорите так. Визуально это середина получается. То есть, в принципе, 3 года я несколькими шажочками шла к нему. Я думаю, что первые 2 года, так как это было такое вот неверие и вступление, я думаю, что сейчас всё пойдёт ещё быстрее. Ну, короче, я хочу через 2 года. Вот видите, последний этап – «Бриллиантовый президент». Вот там вот миллион евро лежит. Видите? Где он? Премии все предыдущие я уже сняла. Да? То есть, за директора «Золотого», «Платинового», «Сапсирового» и «Бриллиантового». Всё снято. За ведущего «Бриллиантового» будет очень скоро премия. Да, парксник крутой. И вы его изучите. Пожалуйста, вот сегодня сядьте, просчитайте, просмакуйте. Вот у меня следующая премия будет 7 тысяч евро, потом 9 тысяч. Ребята, обратите внимание, после премии «Бриллиантов» вице-президент сразу 22 тысячи евро получает. У кого есть мечта купить себе квартиру? Ну, хоть не большую, но квартиру. Напишите, пожалуйста, вот новая квартира кому нужна? Ну, или машина. Машина такая хорошая, не «Лада», там, допустим. Так, «Катюша», «Танюшечка», «У меня», «У меня», «У меня». Вот. Так вот, смотрите. Вице-президент – это та цель, которая максимум должна стоять через 3 года. 22 тысячи евро. Марина, если ты домом начала заниматься, то вот как раз вот к тому времени ты шикарно себе уже домик как раз и доделаешь. Вообще все будет супер, бассейнчик и все дела. Так вот, посчитайте, пожалуйста, сколько. Вот 22 тысячи – это вице-президент. Да, это реально через 2-3 года реально, если вы уже сейчас вот так вот прям поверите и активно. Не так, как я буду теперь 2 года ерундой заниматься. А вот сразу, ребята. И посчитайте, сколько премий суммарно вы получите до этого. То есть, если вы их, в принципе, тратить не будете, у вас купите себе классную квартиру. Или обалденнейшую машину. Я трачу, говорю сразу, у меня путешествия, там много чего. Я трачу. Но я планирую еще от компании квартирную программу. Сейчас машину мы возьмем, а потом квартира. Да, все уже растланировано. Вот, девочки. Так, блин, вы уже 3 года, квартиру вам надо ни в какой кредит даже вступать. Настя не умеет копить. Настя, ну, инвестировать, может, куда-нибудь, не знаю, куда. Я не умею тоже инвестировать. Что-нибудь можно придумать. А можно со счета не снимать просто. Какой-нибудь такой счет, который не уходит. А наоборот, проценты. Ну, тут уже вам решать. Но я вам, короче, говорю, что когда вы вице-президент, то у вас уже есть дом или квартира. Все, вы понимаете. Или классная машина, если вам это нужно больше. А, но машина в любом случае будет. Вы уже от компании-то получите машину в этом статусе. Все уже. То есть, машина, само собой. То есть, машина и квартира через 3 года. Кому надо? Пишем. 24 участника. Пишите, пожалуйста, обратную связь. Не надо просто меня слушать. Ну, пишите. Вот все, что вы пишете, это все осуществится сейчас. Вот сразу скажу. Все, что прописано, пропечатано, Бог любит читать. Есть такая пословица. Пишите. Надо, не могу копить. Пишите, кто хочет, через 3 года. Квартиру и машину. Пишите, пожалуйста. Будет. Вот кто напишет, будет. Посмотрите. Но если вы будете, конечно, работать. Давайте с этого начнем. Так. Так. Хочу и будет супер. Все. Вот, девочки. Хочу. Пишите просто хочу. Через 3 года. Квартиру и машину. Не вдумывайтесь. Страхи убирайте. Оно будет, если вы захотите. Поверьте. Но работать еще. Это вторая такая часть. Так. Круто. Так. Марина. У нас будет коттедж, квартира и машина от Беси. А Марина, кстати, пример того, что можно получить машину. Она уже написала заявление. У нее будет через сколько? Марина, напиши, через сколько месяцев ты машину уже получишь. Вы с Романом, а не с мужем в партнерстве. С Романом. Так. Я хочу сначала от бюро и магазин. Следующая дома машина. О, вообще бюро, вообще у нас не проблема. Марина вступила с марта. Март, апрель, май, июнь, июль. На августе машина. О, у нас в сентябре. Мы вообще такую джипиару там отхватим от компании. Да, так что давайте, давайте, давайте. Пишите все. Надо, чтобы у всех было. Марина выбирает уже. А выбрать обязательно надо. Так. Ну круто. Блин, ну почему так мало, мальчишки? Че, мальчишек вообще нету? Пишите вы, все должны быть тут крутыми, в конце концов. Только народу, а вы ленитесь. Так, выбираем, выбрали. Андрюха, ну-ка, пиши. Потому что я в тебя хочу уже огонь зажечь вообще такой безумный. Покажи всем пример. Потому что мужиков у нас мало. Написал. Молодец, Андрей, все. Андрей такие крутые ролики снимает, вообще балдею. Настя написала сто раз, у нее будет пять квартир и пять машин. Ну вот, кстати, когда весь маркетинг-план пройдешь, это очень реально. Так вот, вот эти премии, на которые многие не обращают внимания, вы должны просмаковать и рассказывать о них людям. Потому что премии реально, вот, если каждые даже полгода выходить на новый уровень, ну, 22, потом 28 тысяч евро. Это кроме зарплаты, ребята. Потом 34 тысячи евро. Ну, блин, где дают такие премии еще? Нигде вообще. В общем, изучите, пожалуйста, маркетинг-план. Это задание на сегодня, если вы реально этого хотите, захотите. Пропишите мотивацию. Ради чего? Ради кого? Ради детей. Что вы хотите? Зачем вам вот эти деньги нужны? То есть вам не нужны просто деньги. Вы же их на что-то потратите. Вот замотивируете себя. Потом напишите, сколько раз в год вы хотите путешествовать и просчитайте, что нужно для этого. Автомобиль. Всядьте со спонсором вместе. Вот спонсор себе прописывает, и вы кайфоните. Это же классно, когда ты чувствуешь. Я когда почувствовала, что я буду миллионером, у меня будет этот миллион. Если я со своей пути не вступлю. Вот все, я сказала себе, какой я никогда в жизни отсюда не уйду. Ну, бывает всякое, конечно. Но у меня вот такая планка в голове, миллион. Все. Я хочу. У меня есть планы свои, я не расскажу, какие. Секрет. У машины я хочу, квартиры. Я вообще все хочу, что дают. И я когда в круиз ездила, поняла, что вот, я уже съездила. Это тоже реально. Хотя год назад, да ну, конечно, лидеры ездят. Ну, такое у меня было в голове. Но я поехала. Поэтому, ребяточки. Вот эта белка, это некоторые из нашей команды. К сожалению, есть у нас такие красивые белочки, которые легли и лежат в направлении цели. Да, лежать приятно и хорошо, но только не продуктивно. Давайте мы будем лежать, когда у нас будет результат, но лежать мы будем уже на пляже, на Мальдивских островах, на разных островах. И тогда мы уже будем лежать с телефоном в руках на управлении нашей цели. И все вообще будет еще круче. Вот я вам этого желаю. И все, кто были, все, кто были активны, я больше чем уверена, что даюся этого результата и переплюнут у меня в скорости. Я очень вам этого желаю. Все, желаю вам еще удачного дня. Самого крутого месяца мая. Пожалуйста, каждый минимум на два уровня вверх. Минимум. Обещаете? Обещайте мне, давайте. Я в этом месяце поднимусь на два уровня маркетинг-плана. Пишем. Ну да. А прям пишите мне все. Не отпущу. Пока не напишите. Я в мае 2018 года обещаю подняться на два уровня маркетинг-плана. Я жду. Никуда не ухожу. И хватит быть лежачей белкой. Потом будете на пляжи лежать. Так, Оля. Я в этом месяце поднимусь на два уровня маркетинг-плана. Оля. 1 июня я жду от тебя обещанного. Так, Настя. В мае 2018 года поднялась на два уровня маркетинг-плана. Катя поднялась. Настя. Говорю в настоящем времени. Да, в настоящем времени можете себе написать план черной ручкой на бумаге. Кто в это верит, пишите тоже. Так, Света. Хорошо. Двадцать три участника, вот посмотрим. И посмотрим потом результаты. Со всех беру обещания. Все, Андрей. Андрей, вот. Андрей, я почувствовала, что ты сейчас напишешь. Видишь, как Андрей и ты пишешь. Так. Супер. Какие вы молодцы. Знаете, как я вами горжусь? Реально у меня самая крутая в мире команда. Такие люди уникальные, все в хорошем смысле этого слова, все позитивные, все такие целеустремленные. У каждого свой талант. Это очень круто. Ирочка. Она, если вы смотрите, не проотвечаетесь. Но я вам какое-нибудь наказание могу придумать, если что. Просто поверьте сами в это. Вы в первую очередь даете обещания себе. В первую очередь. Я так. Просто мотиватор ваш. Таня, я поднимусь. Пожалуйста, давайте это сделаем. Такие крутые. Давайте замотивируем всех спящих. Расскажем, как надо себя любить и сделать себе подарки в этом месяце. Парфюмчик. Там, сережечки. И все. Можно каждому предложить аппарат. Вот этот жафр обалденный вообще. Он просто на 100 баллов такой. Вот на 100 баллов. Ладно, я верю, что все вы, что все вы сделаете результат. Буду вас зажигать периодически. Я рада, что вам очень понравилось. Не всем, может быть, но кому-нибудь понравилось, хорошо. Все, я вас целую, люблю. Ну, желаю удачного дня и желаю успехов. Взять на себе нарк будет. Пока-пока.